В этих строках воспета любовь к родному языку. Она передается из поколения в поколение и впитывается с молоком матери. Если в семье мы получаем основные знания, то в школе закрепляем, приумножаем и сохраняем их на долгие годы. В Симферопольской 44-й школе имени героя России Алими Абденановой есть все условия для изучения языка коренного народа Крыма. В этом году рекорд. Сразу семь первых классов. Из них три билингвальных. Преподавание на крымско-татарском и русском языках. Такую форму обучения практикуют только в начальных классах. Для тех, кто знает родной язык, это возможность обогатить свой словарный запас. Для остальных же начать свободно говорить, а иногда и думать на нем. При окончании четвертого класса дети как минимум понимают, а как максимум они разговаривают, и это дорогого стоит. Крымско-татарский язык и литература, как основные предметы, преподаются во всех классах. Четыре урока в неделю. Примечательно, что желающих изучать язык немало и среди представителей других национальностей. В качестве родного из того, что мы выбрали крымско-татарский, у нас вот такое количество часов обусловлено. Это не док-образование, не внеурочные деятельности, а основной предмет, который потом выводится в аттестат зрелости. А это Евпаторийская школа номер 18 с крымско-татарским языком обучения в микрорайоне Исмейлбей. В декабре следующего года учреждения отпразднуют 20-летний юбилей. Сегодня в роли учителя математики ученица седьмого класса. Тема урока – решение задач на увеличение числа. Дети азы древней науки познают на крымско-татарском языке. Впрочем, как и все предметы в этой школе до десятого класса. День самоуправления – долгожданное событие как для учителей, так и для старшеклассников. Педагоги могут по-настоящему отдохнуть, старшеклассники сами проводят уроки. Со стороны дети для меня открываются совсем по-другому. Когда я сама веду уроки, то не замечаю многих вещей, а это хорошая возможность взглянуть на весь процесс со стороны. У Эльвиры Ибрагимовой 34 года педагогического стажа. Почти 20 лет посвятила этой школе. Работает здесь с самого открытия. Учитель начальных классов виртуозно объясняет тему урока как на русском, так и на крымско-татарском. Пока жив язык, жив и народ. Дети должны знать свой язык. А где же они научатся, если не в школе вместе с учителями? Так и сохраним язык. Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзия Кубова – кузница специалистов по крымско-татарскому языку и литературе. Именно здесь готовят будущих учителей, которые в совершенстве владеют родной речью. В год более 50 выпускников-филологов. Я выбрала эту профессию, потому что очень люблю детей, хочу служить и быть полезной своему народу. Это единственный вуз, где с первого курса крымско-татарский язык изучается на всех факультетах. Это было решение покойного ректора Февзии Кубова. Будь то факультет социологии, инженерии, психологии или педагогики, все студенты изучают крымско-татарский язык. На этих стеллажах труды многолетней кропотливой работы сотрудников научно-исследовательского центра «Рукописная книга» и студентов. Транслитерация крымско-татарских изданий до военного периода с арабской вязи на кириллицу. Издания «Крым и Лера Терджиман». Сегодня все они малоизучены, потому что напечатаны на арабском алфавите. Кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры крымско-татарской литературы и журналистики Таир Керимов более 20 лет своей жизни посвятил литературе крымских татар довоенного периода. Автор десятка статей, антологий и монографий. Кстати, он один из первых выпускников университета. Остался работать в альмаматор, посвятил себя литературе родного народа. Все эти работы во многом и его заслуга. Помимо этого, на протяжении 20 лет у нас существует фольклорно-диалектологическая практика. Собранный материал позволяет обучить студентов правильному произношению на родном языке. Крымско-татарский язык внесен ЮНЕСКО в число языков, находящихся под серьезной угрозой. Возвращение на историческую родину стало основой для его успешного возрождения. А семь лет назад в российском Крыму язык коренного народа впервые за долгие годы забвения получил статус государственного. С тех пор его сохранность и развитие гарантированы государством.